Вот. Ну, тема, да, когда мне предложили поучаствовать в такой дискуссии, я, конечно, очень был в некотором ужасе, именно потому, что эта тема очень конфликтная, очень безбрежная, совершенно необъятная, да, и я меньше всего хотел бы, тем более, что времени у нас мало, отнимать это время чрезвычайно долгой речью. Я мог бы говорить много часов и про один, и про другой вопрос, но я постараюсь просто очень декларативно заявить в свою позицию, я уверен, что она вызовет много вопросов и возражений, но, наверное, это и хорошо для начала дискуссии, а вот что получится, я, как говорится, не виноват. Вот. Ну, начну с более, на мой взгляд, легкого и для меня простого вопроса о левых. Вот я скажу, что я очень не люблю использовать понятие левый, да, не называю себя левым и, в принципе, считаю, что стоит от этого понятия отказаться. Я очень коротко за три минуты постараюсь это объяснить, ну и потом перейду к куда более громадному вопросу о марксизме и о анархизме. Смотрите, чисто исторически это понятие возникло с ситуативного времена революции в Англии, во Франции, когда, да, вот, на правых трибунах, там, парламента, конвента садились сторонники монархии, там, феодализма, собственности, а на левых садились сторонники революции, прогресса, просвещения, да, противники собственности в той или иной степени, вплоть до совсем коммунистической. Вот, но, смотрите, ну, как минимум 200 и более лет назад, да, вот, тогда возникло, собственно, это понятие, но что надо заметить, если не читать огромную лекцию, во-первых, само понятие левый и правый, оно, мне кажется, ущербно своей плоскостной плоскостью, если так можно сказать, есть некая шкала, мир многомерен, в нем тысячи разных координат и измерений, да, это, во-первых. И, как минимум, тут требуется стереоскопия, третье измерение, 15 измерение, 25 измерение, или нужны какие-то эпитеты, какие левые, какие правые, да, есть очень много точек сборки, точек определения, да, отношения к собственности, ну, хорошо, за, частную, против, но если против, ты за коллективную, государственную, кооперативную, индивидуальную. Дальше. Отношение к власти, за иерархию, против, отношение к религии, да, за, против, к науке, к прогрессу, а что такое прогресс, национальный вопрос, да, невероятная многомерность. И такая плоскостная штука, как правая и левая, это не вмещает. Кроме того, наступил 20 век, век катастроф, век великой российской революции, которая была узурпированной мучевиками, и которая полностью, как бы, извратили изначально измерение революционного движения. И в результате возникла такой проект, как Советский Союз, который назывался Союз Советских Социалистических Республик, но не был союзом Советских Социалистических Республик, да, и после этого все понятия окончательно перемешались и перепутались. Потом наступила эпоха постмодернизма, эклектики, крушения идеологий, появление всевозможных фантомов, вроде новые левые, новые правые, да, и, скажем, беремлемо любое явление 20 века, какой-нибудь фашизм, там перемешаны правые и левые явления, или там современный, какой-нибудь, национальный фронт, Марин, Липен, в чем-то они правые, в чем-то левые. И так далее. То есть понятие левизна, правизна, мне кажется, не помогает понять, сознать себя, сориентироваться. С одной стороны, это слишком широкие понятия, и тогда левые оказываются там все от Палпота до Бакунина, да, и надо салитаризироваться всем со всеми, что им не всегда хочется. Либо кто-то начинает говорить, нет, вы неправильные пчелы, как в Винни-Пухе, да, только мы правильные пчелы, только мы левые. Вот тогда Зюганов, допустим, не левый, там Миронов не левый, там даже Ленин не левый, вот, ну и так далее. А в массовом представлении, да, левый это как раз, да, к сожалению или к счастью, это Ленин, Че Геваров, Палпот и так далее, и так далее. И бороться за то, что я истинный левый, а они нет, мне совершенно не хочется, да. Как мне кажется, если только поговорить об одном вопросе, прогресс, ведь понятие левый и правый связано с эпохой Великой Революции, с эпохой становления модернизма. А модернизм базировался на таких базовых понятиях, как вера в прогресс, науку, разум, ну все это рухнуло в 20 веке, стало как-то неактуально. Скажем, вот те же анархисты, да, и анархист, они в чем-то прогрессисты, а в чем-то антипропрессисты. Они апеллировали к доиндустриальным пластам сознания, к общине, да, и критиковали ужасные аспекты буржуазной индустриализации. Да, а в чем-то они и какие-то другие, или постиндустриальные, в чем-то они прогрессисты, да. Скажем, ты за прогресс, хорошо, за науку, да, за технику, да, но ты против технократии, ты против стейентизма, ты против безграничного индустриального роста, появляется такая суперважная, особенно для 20-20 века, проблема как экология. Против прогресса, да, ты за остановку, я, например, да, за остановку технологического роста, экономического роста, который ведет к уничтожению Земли, да. Тогда ты против прогресса, тот же Бакунин, но разнословался консерватором, да. То есть в том же анархизме есть очень сильные консервативные и тоже непрогрессистские, на чем, кто он, левый или правый. Но, повторяю, на мой взгляд, это понятие слишком широко, и оно приводит либо к дракам, либо к выяснению, кто подлинный, кто неподлинный. И поэтому, повторяю, я лично не люблю это понятие. Понять социализм тоже очень расплывчатая, и тут мы плавно переходим ко второй части разговора о марксистах. И, мне кажется, я объясню, почему я не люблю использовать слово «левый» и не борюсь за левое единство и всевозможные блоки. Именно потому, что это блок бульдога с мусорогом. И, мне кажется, это скорее мешает самоопределению, пониманию, чем, и проплодит споры, чем плодотворное понятие. Понятие социализма. Но тогда мы сразу обращаемся к такой очень грубой, но примитивной, но все-таки работающей схеме, как два течения в социализме – авторитарный и либертарный, государственный и антигосударственный. Грубо говоря, тот социализм, который восходит к английским Диггерам, к Уинстенли, к Фурье, к Прудону и дальше через Бакунина, к Работкину, к анархизму. И тот, который восходит к Дамазе Кампанелло, к Этиану Кабе, к авторитарным социалистическим государственным утопиям. И далее, 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 вплоть до, допустим, большевизма, ленинизма, маоизма, социал-демократии, более легкой версии и так далее. Эти два социализма всегда как-то противостояли друг другу. Поэтому надо сразу говорить, какой-то социалист, да, там, либертарный, авторитарный, еще какой-то. Это понятие чуть более содержательное, на мой взгляд. Ну вот мы переходим к второй части, по которой я выскажусь, надеюсь, не очень сильно, больше, чем по первой, хотя она совершенно необъятна, это марксизм и анархизм. Сразу встает вопрос, о чем мы говорим? Марксизм очень широк. Даже сам Маркс, не говоря уж об Энгельсе, прошла огромная эволюция, как писал Эдуард Эйнштейн, у Маркса можно найти все. Да, Эйнштейн, как известно, был большим знатоком Маркса и развивателем, и товарищем, и так далее. И действительно есть Маркс в времен коммунистического манифеста и других своих работ в времен Союза коммунистов, когда он говорит о централизованной директатуре, об обработке полей по общему плану, о кудровых армиях. В общем, какие-то очень мрачные, централистские, такие авторитарные, чудовищные идеи. Есть поздний Маркс, времен гражданской войны во Франции, когда он почти в полуаналитист, с учетом боевской коммуны, и так далее, куда менее централизатор, куда лучше относящийся даже к крестьянскому, и так далее. И философски, и в прочих отношениях Маркс изначально сильно эволюционировал, а если мы еще берем Энгельса, который он взял сделал очень много для вульгаризации, пошлению марксизма. А если мы идем дальше, к следующим мыслителям, то там мы видим тысячи разных марксистов. Марксизмом все-таки проще, потому что у марксистов есть некий священный корпус текстов. Все марксисты знают, что есть капитал, там написано вся правду, почти никто не читал, но по крайней мере есть что-то, вокруг чего можно собираться, знамена. Но дальше начинаются марксисты. От Маркузе до Палкота. И тот марксист, и тот марксист. Но какие-то разные марксисты. Есть умеренные социал-демократы, есть ленинисты, есть троцкисты. А с анархизмом тоже все очень пестро. Понятно, есть всякие индивидуалисты, коммунисты, примитивисты, анархоэкологи. Поэтому, конечно, тут нужно много часов рассказывать всю историю споров, союзов, объединений, гибридизаций, прививок, союзов. Я скажу два слова буквально об истории, и потом перейду к нескольким сраппунктам сравнения. Но, разумеется, это будет очень схематично. Начиная с того момента, когда возник первый интернационал, в котором боролись и маркс, и анархисты, Прудон, потом Бакунин. С одной стороны сотрудничали, с другой стороны конфликтовали. Потом был второй интернационал, с которого анархистов выгнали, который стал марксистским социал-демократическим. Потом третий и четвертый, мучевистские интернационалы и анархистский интернационал, возникший в 1922 году. Была русская революция, испанская революция, где марксисты с анархистами друг друга убивались, солились и копировались. Были попытки гибридов на массовом уровне, наиболее ярко, можно сказать, 68-й год. Такое понятие, как гашизм, кстати, вливачистый. Гашизм 68-го года, которые пытались как-то интегрировать самые разные идеи. Были попытки возникновения каких-то промежуточных ступеней. То, что называется либертарный марксизм, тоже очень много таких вариантов. Например, если говорить о фиософах или о течениях, например, были коммунисты рабочих советов. Как реакция на ужасы большевизма, Костыриадис, Кук, Рюли, которые отрицали авангардную партию, отрицали диктатуру полетриата, но при этом выступали за советы, за... резко были настроены антибольшевистские, но выступали за движенческие, такое низовое движение. Были такие относительно либертарные марксисты, как Роза Люксембург, есть Люксембургианцы, хотя их немного, да. Есть Франкфургская школа, отчасти имеющая отношение к марксистской традиции. Есть те, кого прямо называют анархомарксистами, например, Дениэль Бюре, и другие выслители, которые пытались соединить как-то, или, скажем, поздний Сартер, который отчасти тяготел к анархизму, но при этом очень увлекался марксизмом. То есть самые разные попытки гибридизации этих учений. Но я не буду читать лекции по истории, приводить все конфликты, все счеты, все ссоры, это бесконечная тема. Скажу о том, что, на мой взгляд, все-таки объединяет. Я, конечно, не буду сейчас говорить, как многие предлагали, вот что мы можем делать вместе, тем более уже Нижний Новгород, я сам не из Нижнего Новгорода, я не буду говорить на уровне практически совместных действий, все-таки, скорее, пока я понимал смысл дискуссии, больше такой теоретический, историко-философский, нервоззренческий. Поэтому при всех оговорках о разнообразии марксизмов и анархизмов есть что-то общее в этих течении, что позволяло им иногда взаимодействовать, иногда создавать какие-то гибриды, или что-то переходное, или договариваться. Ну, это, конечно, то, что и то, и другое, это варианты социализма, то есть антикапитализм, антибружевозность, да, как это не понимают. Это то, что теория отчуждения. Маркс был левым гигельянцем, Бакунин был левым гигельянцем, да, критика существующего общества за... И, при том, что я совсем не марксист, и даже, что я анти-марксист, но я ценю Маркса, прежде всего, как мыслителя отчуждения, с его рассуждениями о товарном катешизме, об идеологии, как о ложном сознании и так далее. В этом смысле у марксизма, и у анархизма, причем не только, кстати, у Бакунинского, но Штирнях тоже был виднейшим теоретиком отчуждения. Есть общая идея, например, о левым гигельянцем поле, критика отчуждения человека, всего, что человек подавляет, прощает, да. А затем, если говорить об идеалах, Маркс и Энгельс иногда говорили о том, что они, в принципе, тоже против государства. Часто цитируются знаменитые фразы Энгельса о том, что мы отправим государство в музейный губерсприлтный и чем-то там еще. Но тут же начинается и расхождение. Я считаю, что интересные мне марксисты 20 века, и либертарные марксисты, они выбрасывали какие-то наиболее одиозные аспекты учения самого Маркса. Кстати, от Маркса ему последовательно передавалась такая черта личная, но она, к сожалению, стала в основном визитной карточкой Марксима, как крайняя нетерпливость к оппоненту. Сам Маркс был очень нетерпим, и марксизм тоже для него характерна, вот эта вот, как бы, крайняя степень нетерпимости в целом. Так вот, те идеи, которые выкидывали, скажем, франкфуртцы, или коммунистер рабочих советов, автономисты и так далее, из марксизма, которые делают для меня марксизм более приемлемым, это идея авангардной партии, которая обосновала тот же Ленин в своей работе, что делает, это экономический детерминизм, идея того, что, то, что называется, это исторический материализм, экономика все в конечном счете обосновывает. Уже Энгельс в своих письмах об историческом материализме делает огромные реверации в сторону, и говорит, что, ну, нет, не все, только частично, стройка тоже отчасти остановна. Но тут одно из двух, либо мы с вами стоим на позиции того, что экономика все в конечном счете определяет, это неправильно теоретически и чудовищно практически, либо мы с вами говорим, ну, нет, не только экономика, и все вместе, все многофакторно. Все эти никто не спорит, и тогда это уже не марксизм, на мой взгляд. Ну вот, и, собственно, марксисты обычно оказываются в сложной ситуации, когда они либо должны отставить первую позицию, которая ведет к фокализму, бесчеловечности и детерминизму, либо они должны юрить и говорить, что нет, нет, мы не такие уж экономические детерминисты, но тогда, собственно, никто с ними не будет спорить. Конечно, это теория дискатурой пролетариата, конечно, это созданный Энгельсом Диамат и так далее. Вот это какие-то наиболее отвратительные аспекты марксизма, которые многие марксисты 20 века отбросили, и это делает их, на мой взгляд, интересными и симпатичными. Но что все-таки отличает их? Марксизм всегда был очень связан с индустриальным обществом. Марксизм – это именно философия индустриального общества. Да, рабочий класс, города, заводы, технологии, вера в то, и что философия промышленного развития, развитие пролетариата, приведет к построению коммунизма. На мой взгляд, это делает марксизм чрезвычайно буржуазным учением, в сущности, хотя Маркс сам любит все-таки не буржуазности. И, с другой стороны, ненависть к удоиндустриальному. Маркс говорил о кретинизме в сельской жизни. Крестьянам все вызывали признительно великого в России, в России великого национального известного христианства и так далее. Расхристианами – отвратительное реакционное общинное христианство и так далее. И мне кажется, что в рамках этой парадигмы совершенно нет места для экологической проблематики. Если мы с вами сторонники индустриального роста, промышленности, заводов и так далее, это ведет к уничтожению планеты, и марксизм слабо совмещается, на мой взгляд, с экологическими идеями, а без этого современные какие-то репертарные концепции и движения совершенно невозможны. С другой стороны, марксизм всегда преподавал на научность. Как известно, даже если написал стабильную работу «Развитие социализма от утопии в науке», вот были утопические социалисты, они такие ненаучные, моральные, обличали капиталист моральных позиций, а мы научно показали, что капитализм обречен. Но я не буду сейчас говорить, насколько идеи Маркс как экономиста. Я не осилен в экономике, это не мое сильное место. Марксисты всегда лучше знают экономику, чем анархисты, и в данном случае это ярко. Я знаю много разных претензий к Марксу как экономисту, но не решаюсь лезть на это милное поле. Но так или иначе, идея о том, что капитализм сам себя уничтожит, по-видимому, не оправдалось, что будет идти никакой, я думаю, все знают 24-ю главу капитала, первоначальной тенденции накопления, о том, что все укрупняется, 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 в конце концов, бьет час капиталистов и спрятую, цепилирует. Мы знаем, что все получилось совсем так, совсем даже не так. Но вот это претензия на научность. На мой взгляд, это очень сильная и очень слабая сторона марксизма, и очень сильно отличающая его от анархизма. Потому что она сильна, потому что она привлекает людей, которые верят в науку. Маркс говорит, вот я показал вам, что вот так, как 2х24 капитализма причем, нет сантиментов, нет моральных оценков. Но, во-первых, сам Максим лукалит. Максим сочетает научность с партийностью, тенденциозностью, именно натягиванием, занятием какой-то позиции, отождествлением себя с рабочим классом и так далее. Поэтому это уже не совсем активистский научный подход. И научность страдает. С другой стороны, страдает этим. Анархизм всегда делал ставку на этический социализм. В анархизме всегда очень сильно этическое начало. Анархизм, прежде всего, этичен. И Кропоткин говорит, что среди факторов развития истории этика важнейший двигатель и показатель всего. Не буду часто говорить об этике анархизма. Просто хочу показать, что марксизм научен, стаентичен. Анархизм в целом всегда членчайно большое внимание для этики. И хотя тот же Кропоткин пытался построить научный анархизм, но в результате не очень удачно. Но тут есть сильные отличия. Отношение к индустриализму. Анархизм всегда, как и в целом, не был однозначно прогрессистским и индустриалистским учением. Скажем, в России анархизм долгое время был частью народничества. Он делал ставку на общинное крестьянство в значительной степени. И выступал против марксистского выпячивания одного рабочего класса и промышленного пролетариата. Как какого-то класса трудоносца, церковь миссии и так далее. У анархистов, как и потом и народников, и эсеров, была теория трудового. Три единого класса, все трудящиеся, крестьяне, рабочие, трудовая интеллигенция против три единого класса паразита, чиновников, помещиков и капиталистов. Без выпячивания рабочих, как чего-то особо важного, привилегированного. И в этом смысле, как я уже сказал, анархизм неоднозначно индустриалистское, прогрессистское учение. В нем есть прогрессистские, есть консервативные, традиционалистские черты. Или, если угодно, постиндустриалистские, учитывая кризис индустриалистского общества. Вот отношение к индустриализму. Это один из таких ключевых моментов, в том числе отличия анархистов и марксистов. Ну, этика и наука. Отношение к государству. Хотя, теоретически, и Маркс, и Энгельс, и Ленин в какие-то моменты, если вспомните его работу «Косударство и революция», говорят о том, что да, мы за отмирание государства, но, скажем, сначала мы проведем революцию через государство, передадим ему все, оно станет коллективным собственником, а потом, само собой, диалектический отомрет. Вот анархисты всегда в этом сомневались, начиная с Бакунина. Это отдельная тема, бакунинская критика марксизма, она, я считаю, совершенно блестящая. Можно было говорить чрезвычайно долго. Диктатура не может сама себя уничтожить. Партия, которая придет на место, и тот класс, который придет на место помещиков и буржуазии, Бакунин называл «красная бюрократия», станет новым флагодарским классом, государство станет новым классным паразитом. Ну, в общем, все это подтвердилось, как мы знаем, в 20 веке. Так вот, для анархистов государство, в отличие от марксистов, это не просто орудие. Вот оно плохое, когда оно в руках буржуазии, и оно хорошее, когда оно в руках пролетариата. И потом диалектически отмирают. Вот, государство, это власть и собственность для анархистов всегда были двумя сторонами одного целого. Нельзя уничтожить собственность, нельзя уничтожить эксплуатацию, не уничтожая государство. Нельзя совершить революцию через государство, а только сломав ее. Это, конечно, один из самых принципиальных пунктов расхождения. Да, в теории и те, и другие против государства, но на практике одни хотят сделать революцию через государство, а через национализацию, другие через сломать его государство. Это, конечно, пункт, который всегда очень резко разделял анархистов и марксистов. Да, ну вот, можно очень много говорить о каких-то моментах сложившейся традиций марксистской культуры, субкультуры, принятия решений демократического централизма большевиков, просто большинство у социал-демократии. Повторяю, марксизмы очень разные. Есть ленинисты, есть социал-демократы, есть франкфуртцы, есть кто угодно, малоисты. А у анархистов есть свои традиции. Но, повторяю, вот если очень коротко, да, не растягивать все это бесконечно и говорить о средней температуре по госпиталю, а не о всех 150 годах дружбы, взаимоотношений, вражды, стукновений марксистского и анархистского видения социализма, да, мне кажется, вот это наиболее принципиальные пункты расхождения. При общем социализме, при общей критике отчуждения, при общем теоретическом провозглашении и предупреждении государства, да, а одни индустриалисты, другие, как минимум, неиндустриалисты. Хотя, конечно, в марксистово-анархизме тоже, как вы мне можете сказать, были в начале 20 века индустриалистские течения синдикализма. Да, синдикализм это как раз такой гибрид марксизма и анархизма, это как раз такие полу-анархисты, полу-марксисты, которые хотят прежде всего захватить производство, передать предприятие, да, но всегда им опонировали другие анархисты, фора в Аргентине, анарх-коммунисты в Японии, которые говорят, что нельзя на этой матрице, фабричной, промышленной, урбанистической, построить общество свободы и самоуправления, да, и мне эта позиция очень близка, так же, как и позиция современных анарх-примитивистов, хотя я не вполне ее разделяю. Вот, ну вот, то есть, да, отношение к индустриализму, отношение к государству, ну что это, просто средство революции или нечто большее, как считают анархисты, отношение к крестьянству, в марксизме традиционно антикрестьянские отношения, да, крестьянство, коллекционное, общение, отсталое, масса по цене в сельской жизни, и отсюда, на мой взгляд, уязвимое место марксизма антиэкологичность и анархизм с его традиционным интересом. Кто? Индустриальным структурам, слоям, этике, общине, и с постиндустриальными идеями интеграции труда, нового ремесленничества, экологии, остановки промышленного роста, анарх-экологии и так далее. Вот. Ну и, конечно, истекающие из этого тысячи других отличий. Вот. Повторяю, это, конечно, минное поле, говорить на эту тему, это часто скатывается к тому, кто, кто, нет, вы развалили первый интерцал, нет, вы, нет, вы, глядали революции, нет, вы, я надеюсь, что мы не дойдем до кровопролития и кровопусканий. Я понимаю, что мое выступление резкое и, может быть, провокативное, но, наверное, для дискуссии это нормально, а вот заявить мне эту позицию, конечно, очень декларативно, потому что, повторяю, по каждой теме можно говорить тысячи часов, но хочется все-таки быть. Вот. Моя роль сегодня, в отличие от вчерашнего дня, очень скромная, не учить всех, а просто высказаться и послушать то, чего думаешь, то, что хочешь сказать. Вот. Я надеюсь, что я не сильно превысил 20 минут, и я завершаю. Как говорится, Шахерезада завершает дозволенные вещи. Спасибо, Шахерезада.